ТОП 5 ШОУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 10 САМЫХ НЕВЕРОЯТНЫХ СЛУЧАЕВ МАТЕРИНСТВА Эту симпатичную женщину зовут Надя Сулейман. Она американка с иранскими корнями. В 2009 году она родила восьмерых детей. Как такое возможно, спросит кто-то. Ведь максимум детей, которые рождаются естественным путем, это пять. Но никто же не говорил, что октопята, как окрестили детей Сулейман в прессе, были зачаты естественно. Сулейман воспользовалась процедурой искусственного оплодотворения. Наде сначала были пересажены 12 эмбрионов, но 4 каким-то образом отторглись. Все можно было бы объяснить, если бы у Нади Сулейман не было детей вообще. Однако до процедуры оплодотворения у женщины, которая, кстати, разведена и нигде не работает, было уже шестеро детей. То есть вместе с октопятами у Нади всего 14 детей. После 40 лет ожидания своего первого ребенка, в ноябре 2008 индианка Райо Деви Лохохан наконец-то родила своего первенца. На тот момент ей было 70 лет. Сразу после родов она заявила, что намерена кормить ребенка грудью как минимум 3 года. Согласно книге рекордов Гиннесса, самой плодовитой матерью была русская женщина, известная как жена Федора Васильева. За всю ее жизнь у нее было 27 беременностей и она родила 69 детей. Томас Битти стал первым мужчином, который родил ребенка. Ну, не совсем мужчина. Томас родился девочкой. За 10 лет до родов Томас перенес операцию по смене пола. Его 34-летняя жена Нэнси по медицинским причинам не смогла зачать ребенка. И тогда Томас решил родить сам, используя донорскую сперму и собственную яйцеклетку. Лина Медина – самая молодая мать в медицинской истории. Это официально зарегистрированный случай. Она родила в возрасте 5 лет 7 месяцев и 21 дня. Родившаяся в Перу, она была доставлена своими родителями в местную больницу в возрасте 5 лет из-за увеличившегося живота. Изначально врачи подумали, что это была опухоль. Но дальнейшие тесты показали, что она находится на 7-м месяце беременности. 14 мая 1939 года ей сделали кесарево сечение. Ее случай был описан в журнале La Presse Miracle. Там говорится, что первый менструальный цикл у нее случился в возрасте 8 месяцев. А грудь сформировалась к 4 годам. С непреодолимым желанием иметь сына, 70-летняя Амкари Панвар стала самой старой матерью, родившей близнецов. Вместе со своим 70-летним мужем Сароном Синхом они оплатили Эко, продав всех своих буйволов и заложив свою землю. Сейчас у них уже двое взрослых дочерей и пятеро внуков. 42-летняя суррогатная мать Кэрол Хорлок за 13 лет родила 12 детей, включая тройни, поставив тем самым мировой рекорд, как самая плодовитая суррогатная мать в мире. За свои услуги она брала от 25 до 30 тысяч долларов. Минусами такой жизни Кэрол назвала утреннюю тошноту, постельный режим, кесаревые сечения и растяжки. Самая маленькая в мире мать уже родила троих детей, несмотря на все запреты врачей, которые говорили, что беременность убьет ее. Имя этой матери Стейси Геральт. Ее рост составляет 71 сантиметр. 41-летняя женщина страдает остеогенезом, следствием которого становится хрупкость костей и слаборазвитые легкие. Это также означает, что женщина не в состоянии больше расти. 19 сентября 2004 года в медицинском центре университета Луала Махаджабин Шейк родила Румаизу Рахмана. Ее вес составлял 244 грамма, а рост 25,5 сантиметров. У Элизабет Энн Баттл двое детей, Белинда и Джозеф. Этот факт не представляет собой ничего особенного. Элизабет родила Белинду в 1956 году, когда ей было 19 лет. И тут начинается самое интересное. Интервал между рождением Белинды и Джозефом является самым длинным интервалом между родами. Джозеф Баттл родился 20 ноября 1997 года, когда его матери было 61 год. Таким образом, интервал составил 41 год и 185 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова